Югорский лыжник Сергей Устюгов Югорчанин Сергей Устюгов сразу закрепился в лидирующей группе, но сил на победный рывок у него не хватило. В итоге наш спортсмен завершил гонку вторым. Победителем на этой дистанции стал Александр Большунов. Как отметил Югорчанин в одном из интервью после гонки, цитирую, «Проиграть двукратному обладателю хрустального глобуса не зазорно». Конец цитаты. Третьим финишировал Артем Мальцев. На этом первый этап завершился. 3 декабря соревнования продолжатся в норвежском Лилихамере. Необычный арт-объект из Канты-Мансийска вошел в список 85 самых интересных достопримечательностей России. Трон биатлонистов создал мастер из окружной столицы. Своеобразный престол состоит из атрибутов одного из самых популярных видов зимнего спорта. В его основании находятся 500 патронов, спинка сделана из трех биатлонных винтовок, а подлокотники исполнены в виде бивней мамонта. Кстати, на них уже расписались больше 300 лучших биатлонистов мира, а сборные Украины и Франции их даже расцеловали. Сейчас уникальный трон примет участие во всероссийском конкурсе «Ту-ту-арт». Голосование за лучший арт-объект завершится 6 декабря. К слову, в борьбу с югорским троном вступили кукольный замок из Новосибирска, удачливый носорог из Сыктывкара, баня кораблей из Кемеровской области и другие. Так что все югорчане могут принять участие в голосовании и помочь биатлонному трону победить. В Югре завершился шестой хакатон. В этом году конкурс вошел в программу Международного фестиваля креативных индустрий «Креометрия». В нем приняли участие около 250 начинающих и опытных программистов. Ровно сутки участники разрабатывали с нуля абсолютно новые IT-продукты, программы, приложения и дизайны. Югорский хакатон уже второй год проходит в онлайн-формате из-за ковидных ограничений. Как говорят наставники, раньше было проще отследить, как работает команда. Все участники находились под присмотром, спали и ели, не отходя от компьютеров. Однако и в новом формате командам удалось собраться и удивить членов жюри. В номинации «Джуниор» первое место, а вместе с ним и 100 тысяч рублей, забрала команда «Зеленый листик». А среди профи особенно отличились разработчики из команды «418 ТИМ» и получили 300 тысяч рублей. У вас есть задачи, у вас есть 24 часа, грубо говоря, и вам из задачи надо сделать своими умами, своими знаниями, своим вот этим вот временем, днем, ночью. Нужно сделать продукт, который в конце концов понравится тому, либо тому, кто его заказал, либо тому, кто его просто увидит и скажет, вау, это клевая вещь, я готов за это заплатить. У нас есть непрофессионалы и у нас есть профессионалы. Сколько кому лет, это совершенно не важно, потому что некоторые люди в свои 50-60 лет решают, что надо что-то поменять и пора идти в IT. И в 50-60 лет ты начинающий айтишник. Почти половина жителей Югры занимается спортом. Об этом в своем обращении к жителям, общественникам и депутатам рассказала губернатор Наталья Комарова. Так, доля людей, которые связывают свою жизнь с физкультурой, за год выросла почти на 3%. В том числе, благодаря строительству в округе новых объектов. Например, в Ханты-Мансийске ввели в эксплуатацию универсальный спортивный комплекс. В Нижневартовском и Сургутском районах – крытые хоккейные корты. В Когалыме – спортивный комплекс «Олимп». Кроме того, в регионе запустили 39 площадок для занятий на открытом воздухе. Поэтому наш регион – один из лидеров по достижению показателя вовлечения людей в занятия физкультурой и спортом. Стоит отметить, конечно, и поздравить наших олимпийцев и паралимпийцев с триумфальным выступлением в 2021 году. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Объекта оценивалось почти в миллиард рублей. Позже из-за пересмотра проекта удалось сэкономить порядка 70 миллионов. При этом проектировщики учли удобство всех групп населения, как автолюбителей, так и пешеходов с велосипедистами. Для последних есть выделенная полоса, а для пешеходов будут располагаться трехметровые тротуары по обе стороны автомагистрали. Ведется работа по принятию окончательных работ подрядчикам и передачи в эксплуатацию объекта. На следующей неделе планируем зайти в жилственный надзор за заключением окончания строительства объекта, соответствия объекта, окончания строительства его, и уже будем заниматься подготовкой документа передачи в эксплуатацию объекта. То есть в декабре мы вводим объект, планируем ввести, и в январе планируем запустить движение. За выходные в ДТП на дорогах Югры погибли 4 человека. Так в субботу на трассе Сургут-Нижневартовск Тойота выехала навстречу и столкнулась с Мерседесом. В результате аварии погиб водитель японской иномарки, а также две его пассажирки. В этот же день в Нефтьюганском районе на дороге Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск водитель Ниссана не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся с КамАЗом. От удара КамАЗ отбросило на еще один грузовик. Водитель японской иномарки получил травмы, а его пассажирка скончалась на месте происшествия. Всего же за выходные на дорогах Югры зарегистрировали 6 ДТП, в которых погибло четверо и ранено 10 человек, трое из которых дети. В состоянии алкогольного опьянения полицейские выявили 29 водителей, отказались от освидетельствования 18. Еще 9 сели за руль пьяными не в первый раз. За выезд на встречку к ответственности привлекли 26 водителей. За пренебрежение правилами перевозки детей 65. В Советском районе проводят рейды по контролю качества санитарной обработки маршрутных такси. Во время проверки водителю необходимо показать наличие в салоне дезинфекторов и средств индивидуальной защиты, а затем провести полную обработку внутри транспортного средства. Вирусы и бактерии могут находиться везде, поэтому специальным раствором протирают все – от подлокотников до ручек дверей. Подобные обработки водители проводят самостоятельно в свободное от поездок время. Кроме того, водители должны регулярно пополнять запас масок, чтобы, если нужно, выдавать их пассажирам. Ищу вот какое средство есть дезинфицирующее. Потом салфетки идут у нас влажные. Кто-то что-то, если попросит, масочки, пожалуйста, комплект. Также сзади все по возможности здесь протерется. И верхний также держатель. То есть деком происходит контакт? На данный момент в советском районе на междугородних рейсах работают 12 автобусов малой вместимости. Как показали проверки, перевозчики к мерам безопасности относятся ответственно. С начала этого года нарушение режима санобработки пассажирских транспортных средств выявлено не было. Данные проверки проводятся систематически. Даже в рамках базового защитного протокола, разработанной оригинальным оперативным штабом, систематически 2-3 раза в неделю. Рабочими группами администрации советского района, администрации городского поселения советские. В Сургуте врачи окружного кардиодиспансера спасли пациента с ишемической болезнью сердца и острым инфарктом миокарда. Случай необычен тем, что больному всего 34 года. Все началось с периодических болей в грудной клетке, которым мужчина не придал значения. Скорую помощь вызвал только через несколько дней. Медики сняли кардиограмму и поставили диагноз. Врачи, которые оперировали молодого мужчину, отмечают, что в последние 30 лет болезни сердца стабильно молодеют. Ежегодно в Сургутском кардиоцентре диагноз ишемическая болезнь сердца ставят двум десяткам людей моложе 40 лет. Свято-Троицкий собор в Сургуте откроется для прихожан уже будущим летом. Об этом накануне ОТРК Югра рассказал митрополит Ханты-Мансийский Сургутский Павел. Сейчас на территории стройплощадки практически завершены все наружные работы. В город приехали томские художники. Они приступают к росписи стен. Иконописцы уже работали в строящихся югурских храмах. Например, в Кагалыме, Ханты-Мансийске и Сургуте. Свято-Троицкий собор, по словам владыки, будет единственным в своем роде не только в округе. Нет таковых и в России. Собор стоит на возвышении на двух этажах в Цоколе. Застройщики обещают разместить рабочие кабинеты, парковку для прихожан и трапезную. Уже больше полугода в полдень в храме традиционно звонят как в колокола. Митрополит Павел отмечает, к следующему лету прихожане Сургута смогут увидеть изнутри не только Свято-Троицкий собор, но и новый духовно-просветительский центр. Она тоже будет завершена этим летом. И рядом уже забитые сваи почти на 80% под храм князя Владимира. Там заложен камень и крест освящен. И там планируется в ближайшее время начнется строительство князя Владимирского храма. Продолжение следует...